Штаны Монтана. Ну да, двинь вчера хотел Монтана. Вот сегодня будет Монтана на самой редкой карте в игре. Зато никакие острова мешать не будут союзникам помирать. Просто будут на чистой водице жопонькой назад сдавать. Технолог? Туристик? Так. И малое дно? Мало дна. Спасибо, да, за арену. Это молодцы. Модельки кораблей как раз лучше на низких уровнях. Процитирую одного очень важного человека. Ну а как же большие калибры? Ты че, главное, большой калибр насмекаешь. Нет? Это не я, не себя цитировал. Там особо одаренные с рассказами о хай-левеле были. Открыл для себя игру с адмиралом и дредноутом. Но я, наверное, представляю, что за игра. Одно попадание 356 миллиметров в эсминец и все. Эсминец закончился. А торпеда там вообще страшная. Но потому что у нас с вами нереалистичная игра. У нас там аркада, неаркадное что-то, короче, по совпадению. А ты играешь, скорее всего, в симулятор практически, если это то, о чем я подумал. И вот в том симуляторе, конечно, да, там все серьезнее. Система повреждений, принцип с вооружением. Там же кораблики ты сам конструируешь? Та эта игра, не та, как они будут. Она типа в большей степени про Первую мировую. Ну, годов до 30-х, наверное, там вроде как все лодки были. О, уже один, блядь, на дне лежит. Товарищ Дамбо, спасибо. Да настроение хорошее, когда люди, блядь, в игру играют. В среду, заебись, поиграли. Хорошо был. Ну, Монтан, вроде, пока дамажит. Ну, это пока. Ну и что, Майнца сейчас добивать или ждать подворота Лаурии? И сколько будет? Ну, я думал, будет меньше. Справедливости ради. А что по трахеру-то? Не обнаруживается? О, обнаружился. Хочу фу салп туда кидать. Ну, маловато. Углы. Углы, углы, углы. Лауриевские углы. Танкует. Ей надо в прямой борт положить, тогда взведется. Вот, может быть, сейчас. Вот и пришло ей пиздикнуться на донышко. Правда, радоваться рано. Клибер позади, подводная лодка позади. Тот фланг эти прорывают. У нас по кораблям меньше лодок. Ну, Сантандер, пусть с ним. Ну, а что, РЛС, Клиберыч, давай, суетись. Уж не бздящего-то убивать-то без прикрытия. Что, если не ты, как говорится? Тем более, под Руприхтом, идущим сюда. Под лодки, я смотрю, вообще похуй на дамаг. Вот этот реально модельки разглядывает. Однозначно разглядывает модельки. Мы к центру пойдем. Не хочу, блин, стрелять, только потому, что, может, сейчас засветит неустрашимого. Дымы спадут, если не засветит, тогда стреляю. Ну, походу, не засветит. Давай, не бздящего надо. Ой, это нехорошо. Это дядьки нехорошо. Он не ищет Тесму. Вот они опять не отрабатывают то, что нужно отрабатывать эсминца. И че, блядь, делать? Я не могу под острым углом вот так дальше идти, перехватывать этого союза. Причина проста. Здесь не бздящий на передовую, он меня срежет нахуй. Вот уже его, блядь, торпеды как раз на ту сторону идут. И в сратый калиберни пошел его выбивать. И он, я вот, это вот оценивать как? Он просто не догадался, он не понял, он не осмыслил, ему не хватило того, ему не хватило сего. Вот как подходить к этому вопросу? Он, блядь, развернулся и уплыл нахуй! А хуль нет-то? Правильно ж? Оно ж так-то интересней будет. А мы остаемся с вами вот так вот под фокусом, блядь, меж кучи торпед, блядь. Аляска тоже развернулась! Ой, блядь! Ну невздящего вроде бы Руприхт выцепил. Ну сейчас эту сторону-то займем. Должно будет стать поперспективней сразу. Торпеды прямо по курсу. Торпеды нельзя. А все эти проблемы вырисовываются из-за одного, вот того, кто там сейчас допнет. Понимаете? И он этого не поймет, скорее всего. Не поймет. Есть у меня такая теория. М-м-м! Вот так вот там дальнобойный кракен, блядь. Подводная лодка. Внимание, вопрос. Куда она плывет? Зачем она плывет? Ну я так понимаю, в нашем случае ее хандэвид, блядь, будет целью. Подводная лодка плывет. А куда она плывет? А зачем она плывет? Вопросы все те же, риторические. Ну, Нахимов при хп. Вот понимаете, у них там отлично сыграно. У меня отлично сыграно. Я пытаюсь, блядь. Вы, сука, опять меня расстраиваете. Хм, ну то есть не успеваем мы пройти эту линию, да? Ну это хорошо. В любом случае нам спешить нельзя. Нам надо хилки отщелкивать. Потому что эти поцы еще умудрятся и проебать при случае. Я бы вот в этом не сомневался. Блядь, единственный корабль, в который я не могу попасть. Вот из всех, что мы сегодня вот в этом бою на монтане отстреляли, это первые, блядь, которые прям вот я что-то не могу в него сработать. Вражеский крейсер подоглен. А мы там теряем авик, да? Хуёво! Да, да, да! Да, зато амаги меня дамажат, блядь, логично. Мы проиграем, я предполагаю, потому что у нас конченная подлодка, блядь. Я на исходе, найти авик невозможно... Ой, авик. Найти эсминец будет невозможно, авик наш погиб. Руприт, блядь, фуловый, ну хуй знает. Если по очкам каким-нибудь чудом там все это вывезется. Схилку отхерачим, может еще протянем сколько-то. Сто тридцать девять, блядь, хп. Из-за которых он меня чуть не покарал. Неполадки устранены. Тем временем подводная лодка занята, как и всегда, глубинным анализом по нагибучести. Или что, руприх-то все-таки... Ой, руприх-то этот, даринга выцепили. Не, нормально, стабилизировалось все. Ну я просто паникер, блядь. Я знаю, что если б я бы, блядь, делал, я бы победил. А глядь на них, я хуй знает, что они сейчас выкинут. Повухи, блядь, ни хера не осталось, пойди, да? Не, 72 процента. А че так плохо тогда? Не, я уже хочу стальную жопу себе забрать. Подлодка. И вот его! Он нанес урона ровно вот сейчас вот в этот авик тысячу хп. Весь бой. И захватил он параллельно две точки. Давайте посмотрим, сколько опыта он получит, потому что крайне интересно. Первую фазу боя он простоял позади всех. Потом он где-то с нас почти догнал, что плыл рядом с нами, но нету ни одного противника, по которому он может работать. Потом центральная точка на захвате. Потом вот это дальнее. И килл авика с минимальным количеством хп. Нагибал! Ну уж точно лучше, чем Клебер нагибал, блядь. 3-400 опыта дали, пиздец. Не, он там сторожка стреляет. Даже стальную жопу забрали. Ты посмотри, че. Нормально. Но на тоненького, на самом деле. А маги как-то в нас неадекватно взводили. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.